Привет всем! Сейчас я вам покажу, как я делаю мои котлетки на пару. Значит так, вот у меня полкило домашнего фарша, свинина и говядина. Я сегодня купила ещё немножко сальсичи. Сальсичи это такая жирная свиная колбаска сырая. Я купила её с перчиком. Она уже перчоненькая. Сейчас я сюда добавлю её обязательно. Вот так вот, конечно, без шкурок. Надо её выдавливать из шкурки, чтобы шкурка не попала туда. Сейчас сюда всё это выдавлю. Сейчас перекручу на комбайне один кабачок и одну картошку. И хлеб замоченный в молоке. Сейчас всё это мне надо перекрутить хорошенько. Сейчас я сначала вот эту мясную смесь всё перемешаю хорошенько. Печень. Вот так вот перемешать, размять. И теперь сюда же я вывалю овощную смесь и хлеб смоченный с молоком. Котлеты у меня будут наполовину диетические, можно сказать. Тоже размешаю хорошенько. Музыка. 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 Мне надо посолить фарш, примерно на глаз, сколько вы обычно солите, главное не пересолить, чтобы было всё в меру, я ложу перчик, и обязательно, обязательно мне нравится добавлять в мясные блюда имбирь, вкус восточный, что такое, что такое, вот, сюда ещё одно яичко, и молотый пармезан, ещё раз размешаю, пока у меня масло на сковородке греется, я начинаю, значит так, мне надо сформировать котлетку, побольше немножко, вот такие они мне протолговатые будут, тесто нежное, ой, тесто, фарш получился нежным, обвалять в муке и на сковородку обжаривать до хрустящей скорочки с двух сторон. После того, как мои котлетки обжарились с двух сторон, я их выложу в кастрюлю и буду тушить на пару. Котлетки уже обжарились, я их сложила в кастрюлю, с формой из дырочек, и сюда же я вливаю вот это вот горячее масло, и оно будет тушиться вместе с водой под крышкой минут сорок, пятьдесят, шестьдесят минут, где-то примерно так, и всё, и будут вкусненькие, пышненькие, мягенькие котлетки, нежные, нежные, пробуйте на здоровье, приятного аппетита!